Ешуа сказал, жатва обильна, работников же мало. Просите же господина, чтобы он послал работников на жатву. Если помните в Евангелиях синаптических, он там увидел самаритян, которые идут. Некоторые любят рассказывать, что самаритяне ходят в белом, это как белые поля и так далее. Здесь можно понять, то есть можно понять снова, как будто бы Ешуа говорит как в синаптических Евангелиях. Идти куда-то и делать. Срочно идти на улицы, на площади, на рынки и провозглашать Евангелие. И там в синаптических Евангелиях Ешуа действительно про это говорит. А здесь, я думаю, он говорит о том, что на самом деле познание, оно глубокое. То есть требуется столько всего еще познать, столько еще света раскрыть, столько еще внутреннего раскрыть. А работников мало. То есть мало тех, кто раскрывает Таллина и Торы, мало тех, кто копает, раскапывает этот источник. Просите, чтобы было больше. Чтобы больше людей... Можно больше людей привлечь, чтобы они искали, чтобы они занимались духовным поиском. То есть ты хочешь сказать, что в мире, в принципе, есть ресурсы и люди. Просто это вопрос организации. Послать. Я думаю, что да. Ну как, если нету этих работников, то их ниоткуда и не взять. А если их можно послать, значит, они где-то есть. Их можно подготовить и послать. Другими задачами? Подготовить и послать. Увлечь их. Тут написано, что просить. Не каждый способен быть таким жнецом. То есть получается, что все-таки есть люди, которые, может быть, или предназначены к этому, или имеют такое дарование. Ну, видимо, у господина есть работники. Да. Опять-таки, здесь есть интересная мысль, да. То есть, допустим, я проезжаю мимо твоего вишневого сада. И я смотрю, что созрели вишни в саду у дяди Вани. А работников там два. Я думаю, ух, сколько тут вишен, а работают только два. Ну, и думаю, а, собственно, у меня какое дело? Сад Ванин, вишни Ванины. Зачем я буду просить господина, чтобы он, как сказать, посылал? Ну, Ваня хочет двух работников послать. Послал он, и замечательно. Может, у него там еще, может, у него этой вишни просто заварить. Может, он ее пионером раздаст потом. Я не знаю. То есть, я могу хотеть больше, только если я соучастник, садельник господина, если я управляющий. Если я управляющий этим имением, или соуправляющий, я могу сказать, надо просить, чтобы прислал еще рапсилу. Или как-то противноценчиво вообще. А если этот сад чужой, то, ну, как в песне, там, с кошелками, а вместо вишен и все такое прочее. Для того, чтобы хотеть еще работников на жатву, нужно иметь, понимать, что ты имеешь долю в этой жатве. Я спрошу банальную вещь. Понятно же, что речь не о религиозных деятелях, правильно? Наверное, нет. Потому что вот два противоречия я слышу здесь. Первое. Все, что мы слышали в церкви, это что работников как раз мало, что их нету. И поэтому нужно молиться, чтобы он выслал. Из того, что ты сказал. Во-первых, работники есть, но их нужно выслать. Работников на жатве мало. И там же дальше написано, послал. Послал, и в синаптических евангелиях же, чтобы послал. Господин их не посылает. Второе, что, ну, может быть, здесь этого нету, но понятно, что дело, о котором здесь говорится, оно довольно деликатное. Не каждый на него способен. Да. То есть жатва, просто жатва сельскохозяйственная. Во времена Ешуа это довольно-таки простая работа. То есть женец легко обучает. И работа тяжелая, но я имею в виду с точки зрения профессиональных навыков, работа, которой легко научиться. Здесь речь идет об образе жатва. Почему он говорит про жатву? Потому что вот таких вот людей, которых он увидел, которые в разделении, которые не ищут всего, которым нужно бы раскрыть вот этот свет, показать единство. И даже в нем хотят его отвлечь, Ишуа, и привлечь его к тому, чтобы заниматься какой-то ерундой, типа разделом ослов. Как мало людей, которые готовы этот божественный свет через себя раскрывать. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...